Певец купеческой Руси именно так называли художника Кустодиева, современники и последователи. В работах автора представлена яркая, сказочная мечта о радостной России с многолюдными ярмарками, масленицами, запоминающимися деревенскими праздниками. Таким знают мастерство Кустодиева любители живописи. Кураторы новой выставки, которая открылась в художественном музее, хотели представить другой взгляд на творчество Бориса Михайловича. Мы сделали вот такую просторную экспозицию с небольшим количеством вещей и вот остановились именно на Кустодиеве, который не дает представления о его знаменитых балаганах, ярмарках, а именно скорее это пред вот такой материал рабочий, который предшествовал созданию больших работ. В нескольких залах 48 работ. Лучшие из Ярославского, Костромского и Ивановского музеев. Можно увидеть пейзажи, графику и портреты. Этот считается жемчужиной экспозиции. На полотне изображена Татьяна Чижова, последняя платоническая любовь художника. Современники упрекали Кустодиева в так называемой вялости портретов. В этой работе, написанной одной из последних в жизни Кустодиева, ярко видны все черты его творчества. Портрет Чижовой – гордость региона. В прошлом от работы отказались в Русском музее, так он попал в Иваново. Об этом сотрудники столичного хранилища неоднократно жалели. Его творческий ход был очень разным. Он шел всегда много со временем, он включался в эксперименты, он был и членом объединения Мир искусства, и в Советское время, допустим, Ассоциации художников революционной России. Поэтому очень разный, очень многогранный талант художника. И вписывать его в какие-то рамки, наверное, не стоит. Просто он очень интересный. Еще одна выдающаяся работа на выставке – тоже портрет барона Николая фон Мекка. Черты программного художника, так называют Кустодиева специалисты, здесь легко определить даже любителю. По-простому это называют лягушачьей перспективой. То есть, когда взгляд художника находится в самой нижней точке, и он смотрит на свою модель снизу вверх, таким образом она получает очень монументальное прочтение. Она гиперболизируется, как бы укрупняется. Второе – это, так скажем, условный цвет. В данном случае мы видим яркую такую зелень, лубочный такой зеленый вот этот цвет. Это тоже очень характерный прием для Кустодиева. Общая отчасти минорная тональность выставки отличается от мажорной тональности всего творчества художника. Путешествуя по залам, настроение любителя живописи должно меняться от радостного до меланхолического. Познакомиться с творческой кухней Кустодиева ивановцы смогут до 12 октября. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.